Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим сейчас разговор о книге пророка Исаии и обратимся к седьмой главе. Наряду с шестой предыдущей, седьмая глава тоже один из самых важных фрагментов Священного Писания, постоянно цитируемое и вспоминаемое. И в то же время довольно трудное место. Трудное, потому что здесь в первую очередь, я бы сказал, в пророчестве, в том, что говорит Господь через Исаию, накладываются друг на друга до степени, может быть, почти неразличимости, накладываются друг на друга совершенно сиюминутный историко-политический контекст событий. И то, что Бог говорит через пророка, в чем, как мы сейчас понимаем, помимо сиюминутного есть и вполне вечный и неприходящий смысл. Собственно, то, что описано в седьмой главе пророка Исаии, происходит вот в одни царя Ахаза, сына Узии, то есть это где-то вот там примерно середина второй половины, после 740 года, до Рождества Христова. И в этот момент политические события на Ближнем Востоке закрутились так лихо, что вот один некий царь сирийский Рицин, Факей царь израильский, и, по-видимому, еще кто-то, но главным образом, конечно, Факей сын Рималии, царь Израиля. Вот, и этот самый Рицин сирийский пошли против иерусалимского царя Ахаза. Ну и, в общем, все перепугались, потому что сирийцев довольно много, этих самых израильтян тоже довольно много, и было возвещено дому Давиду, и им сказали, что вот сирийцы расположились в земле Ефремовой. Вот произошло что-то пугающее – нашествие иноплеменных. Пришли эти два царя со своими войсками, расположились на небольшом расстоянии, и вот-вот осадят Иерусалим, будут оккупировать и грабить страну, завоевывать город. Ну, в общем, все понимают, что вот эти вот распри между родственными, кстати говоря, близкими народами часто сопровождаются жестоким кровопролитием, и, в общем, это ужасно. И вот приблизились эти самые две державы, мелкие, конечно, державы, но вооруженные силы этих держав приблизились к Иерусалиму. И вот пророк говорит, сердце царя Ахаза восколебалось, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. Ну, конечно, страшно, конечно, это, как теперь говорят, черный лебедь, или даже еще хуже, то, что эти войска подступили, и еще и к тому же у царя не очень-то есть силы и средства противостоять этому военному натиску. Вот такая вот обстановка. И Господь обращается к Исаии, призывает его пойти и сказать нечто этому самому царю Ахазу. И первый раз, первое пророчество вот какое. Собственно, Бог говорит Исаии, выйди к концу водопровода, указывает определенное место в Иерусалиме, и скажи царю, наблюдая и будь спокоен, не страшись, да не унывает сердце твое от этих двух дымящихся головней. Бог таким образом свидетельствует царю Ахазу о том, что он держит руку на пульсе, и что не победят царь сирийский и царь израильский. Это не состоится и не сбудется. Они все потерпят поражение, потому что вот и вся Сирия, стоящая за этими войсками царя Рицина, и царь Израиля, и стоящие за ним Ефрем, колено израильские, ну вот они через некоторое время перестанут быть народами, перестанут, исчезнут. Здесь еще речь не идет о ассирийском царе, который, собственно, и разрушит весь этот комплот северных держав, но подразумевается, что это именно так и будет, и действительно в скорости Исаия и его современники увидят, как это происходит. Вы не доверяете, говорит Господь, потому что у вас нет этого опыта доверия Богу. Вы не верите, потому что вы неудостоверены. Но вот, тем не менее, это будет так. Вот, собственно, речь-то в главе именно о том, что Бог обещает, не потерпит Иерусалим поражение, он не будет захвачен, он будет спасен каким-то непостижимым образом, неизвестным, пока не обсуждаемым образом и способом. Иерусалим будет спасен. Вот, собственно, и все. Но дальше Господь снова обращается к царю Ахазу через Исаию и говорит примерно вот в какой логике, что вы неудостоверены, у вас нет какого-то такого опыта или переживания, на которое вы могли бы опереться, поэтому вам трудно мне поверить. И поэтому, ну, просите знамения, чтобы знамение было таким удостоверением, на которое можно опереться и начать доверять Богу Небесному. Вот, собственно, почему здесь появляется это самое знамение. Бог хочет помочь Ахазу и Иерусалимлянам поверить, успокоиться, перестать бояться, перестать, как здесь буквально сказано, как колеблются от ветра дерева в лесу, перестать трястись, как осиновый лист от этих самых наступающих неприятелей. Вот, дайте мне возможность дать вам знамение, и тогда вы сумеете доверять. Тогда вы сумеете доверять. Ради этого доверия, собственно, весь разговор и происходит. И царь Ахаз говорит, не буду, не буду просить. Трудно сказать, с этим Ахазом не очень-то, на самом деле, разберешь. То ли он такой был в этот момент в благочестивом порыве, то ли он как раз не хотел начать доверять Богу. Но, тем не менее, вот он говорит, не буду просить, не буду искушать Господа. Не нужно мне знамения, я и так смогу верить, доверять, уповать и полагаться. Ну, хорошо, ты сказал. Не буду просить. Но Исайя говорит на это, 13, 14, 15, следующие стихи, говорит на это вот что. Да он, Давидов, разве мало вам, что вы людей затрудняете, вы еще и Бога хотите затруднять, мешать Ему действовать, затруднять Ему действовать в вашей жизни, в ваших сердцах. Вот что, собственно, пророк имеет в виду. И он говорит, вот, Господь Сам даст вам знамение, знак, который вы увидите и на который сможете опереться, если захотите. Что же это за знак? Вот Дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя Ему Эммануэл. Исайя таким образом говорит о некоем человеке, который родится, который родится от Девы так, как все люди рождаются, вот об этом младенце. И он говорит, собственно, может быть, о временном промежутке. Речь идет о том, что вот сейчас, в какое-то близкое время, Дева во чреве приимет, и прежде чем она родит и дитя подрастет, научится различать доброе и злое. То есть мы получаем промежуток, там, не знаю, 3-5 лет, грубо говоря. Это же способ отмерить время таким образом. Пока это дитя начнет что-то соображать, на что уйдет порядка 5 лет, отвергать худое и избирать доброе. Вот прежде этого срока земля, которую ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Ну, можно поставить точку. Пророк сказал, что вот ребенок ныне зачатый не успеет подрасти, как они все рухнут. Хорошо. Допустим, вот этот смысл. Но согласно мнению самых разных людей, самых разных христиан, этим не ограничивается смысл высказывания. Ну, конечно же, мы здесь следуем апостолу-евангелисту Матфею, который в первой главе, рассказывая о Рождестве Христовом, говорит, «Все же сие было, да сбудется реченное пророком, си деву в очарею примет». Для врины и апостолов, когда они рассказывают о Господе Иисусе Христе, здесь центр тяжести в понимании этих слов Исаии лежит именно на этом ребенке, на этой личности, на том, о ком будет сказано Эммануил, «С нами Бог, Бог с нами». Для текста седьмой главы это, строго говоря, не так. Это только способ указать на время. Но, по-видимому, здесь мы сталкиваемся вот с таким распространенным, если хотите, феноменом, когда пророк понимает и говорит одно, но смысл, который заложен в его словах, вдохновленных духом словах, этот смысл шире, глубже, дальше простирается, потому что так угодно Богу. И пророк сам может вообще и не понимать всей глубины того, о чем он в данный момент говорит. Речь снова еще раз повторю о временном промежутке, когда родится ребенок и подрастет немного, чтобы отличать хорошее от плохого. И этот царь сирийский и израильский, они будут развеяны по ветру, но, говорит, Господь наведет, Господь на тебя и на народ твой, дни которых не было, он наведет на тебя царя ассирийского. Но прежде чем об этом пророчестве говорить, надо еще тоже все-таки несколько слов сказать о 14 стихе. Еще раз. И так говорит пророк, сам Господь даст вам знамение, все дева в очреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил. Ну, во-первых, слово Эммануил – это не имя собственное. Это фраза, которая означает «Бог с нами». в книге Исаии и, по-видимому, вообще в культурной традиции и Израиля, и всего человечества мы наблюдаем с вами немало имен собственных, которые в сущности являются вот такими фразами, превратившимися в собственные имена. Стало быть, вот здесь разговор идет не как об имени, которое скорее отражает что-то важное о природе этого человека, а не о том, что вписано в паспорте. Это первый важный момент. И второй, конечно, продолжительные споры и контроверсы, которые вызывают слово Алма, Дева. И христиане-иудии, христиане разных конфессий, да и мусульмане тоже не совсем чужие в этом споре, веками, буквально веками пытаются объяснить, что же имеется в виду. И да, в Септуагинте, конечно, мы видим слово Партенос, Дева. Но вот тут средневековые христиане, утратив последние остатки целомудрия, чрезвычайно бурно обсуждали и говорили, что нет вот это именно, о девстве Пресвятой Богородицы, а иудеи, скажем, говорили, что да нет, там нету такого смысла в тексте пророка Исаии. И все это ни к чему, кроме грубой, хамской по отношению к Богородице, ни теломудренной склоки, ни вело. И правильно было бы, конечно, как выражается Иоанн Дамаскин в таких, в этом вопросе, удобие молчания, лучше промолчать. Да. Ну и, наконец, вот заключительная часть седьмой главы. Здесь Господь говорит о том, что эти самые, вот эти мелкие цари, Сирии, Самарии, это все на самом деле развеется, и не этого следует бояться. Но, говорит он, идет с севера и с юга напасть, Господь даст знак мухи, которые при устье реки Египетской, и пчела, которые в земле сирийской, очень поэтично, но о двух крупных державах. Здесь, в Палестине, свара между мелкими, крошечными, местечковыми царьками, а вокруг них две огромные сверхдержавы. И вот муха, идущая от земли египетской, пчела, идущая от земли сирийской. И вот в тот день обреет Господь бритвой, нанятой по ту сторону реки, царем ассирийским, голову. И вот, видите, пророк говорит о царе ассирийском, как о бритве Господней, которой он обреет все, что произросло здесь, на святой земле. и ничего не останется. И будете здесь ходить, как среди диких колючих зарослей. Ничего не останется, потому что вот об этой напастье нужно думать, царе ассирийском. Вероятно, если бы не вот эта склока местных царьков, они и могли бы каким-то образом избегнуть опасности, может быть, и противостоять царю ассирийскому. Не очень это понятно. Но в ближайшие несколько лет, говорит пророк, это все невозможно. Невозможно. Поэтому сирийский царь исчезнет, самарийский царь исчезнет, и к иерусалимскому царю, как бритва, подступят войска Ассирии. Продолжение следует...